Здравствуйте! Сегодня 15 марта и вы смотрите ежедневный обзор рынка от MaxiForex. На азиатской сессии в пятницу евро торговался в узком ценовом диапазоне 1.3669-1.3707. На торгах в Европе инвесторы под впечатлением положительной информации о промышленном производстве в еврозоне рост января оказался рекордным с 1989 года, начали активно покупать евро и за несколько часов пара взлетела более чем на 100 пунктов, достигнув максимума последних 30 дней 1.3796. Однако на этом ценовом уровне пара оставалась недолго и после выхода информации о индексе розничных продаж из США, который оказался лучше прогноза экспертов, откатилась вниз до отметки 1.3728. Даже в целом положительный тон вечернего выступления главы Европейского банка Жанна Клода Трише не добавил оптимизма инвесторам и пара забуксовала в диапазоне 1.3755-1.3770. Сегодня на азиатской сессии после кратковременного подъема до 1.3780 евро несколько снизился до 1.3726. По паре евро-доллар ожидаем сегодня первоначальное снижение курса евро ценовым уровнем 1.3713-1.3688. Далее разворот на восходящее движение и подъем пары. Ценовые уровни подъема 1.3795-1.3838-1.3874. На торгах в пятницу до начала американской сессии пара фунт-доллар торговалась в узком для пары ценовом коридоре 1.5036-1.5087. На европейской сессии рост пары продолжился и фунт достиг цены 1.5172. После выхода положительного отчета по индексу розничных продаж из США фунт сделал слабую попытку снизиться, установив минимум на уровне 1.5123. Однако в ожидании публикации статистики о ценах на жилье в Великобритании, которая дорожает с рекордной за последние 7 лет скоростью, быки пошли в наступление и пара достигла максимума последних двух дней 1.5217. Сегодня на азиатской сессии рост пары прекратился и пара оставалась в диапазоне 1.5152-1.5198. По паре фунт-доллар предполагаем на сегодня снижение к ценовым уровням 1.5128, 1.5067 и возможно к 1.5025. Затем ожидаем разворот пары и возобновление подъема. Ценовые уровни подъема 1.5217, 1.5266, 1.5310 и 1.5345. В экономической статистике понедельника Великобритания опубликует февральский индекс цен на жилье, который, вероятно, покажет рост показателя. Индекс цен производителей будет опубликован в Швейцарии. В еврозоне выйдут данные по уровню занятости за четвертый квартал. Данные, по всей видимости, покажут продолжающееся сокращение числа работающих. В США будут опубликованы февральские данные по изменению объема промышленного производства. Здесь ожидается значительное снижение, а также данные по загрузке производственных мощностей на прежнем уровне. Кроме того, главным событием дня станет выход в США данных по объему покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами в феврале. Если объем покупок превысит предыдущие показатели, доллар получит значительную поддержку. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.